всем привет с вами дмитрий михайлов на этом объекте неделю назад мы закрывали вопросы с домоходом и соответственно ставили печку подключения перед вами коза к 6 польского производителя фирмы кратки еще раз напоминаю довольно сильно не сидят на нашем белорусском рынке потому что приемлемая цена и качество соотношения напоминаю здесь выход стоит у нас под 90 градусов здесь на 100 дымоходов 6 или 7 метров я уже не помню если у вас вы покупаете такую печку и высота дымохода 3-4 метра то по 90 градусов это не самый лучший вариант у вас тяги может не быть поэтому лучше тогда использовать угол 45 вернее тройник под 45 градусов и через 45 заходить в тройничок это будет более правильно и процессе эксплуатации вас не будет проблем особенно так касается когда холода начинается когда очень холодно поэтому обращайте на это внимание подключение 90 градусов хорошо когда высота дымохода довольно высокая это начинаю высокое понятие это от четырех метров минимум которые печки начинают работать а лучше чтобы это было в районе 6-8 метров а сейчас мы произведем первую загрузку по этой печки скажу так она мощности и 8 киловатт и вес около 120 килограмм а у нее двойной чугун кто не знает что такое двойной чугун двойные стенки чугуна вернее вот это вот внутренняя часть из каждой стенки то есть расширение тепловой идет именно на эти вот подвижные элементы это очень важно и на это надо обращать внимание когда вы покупаете печку ни в коем случае не покупайте однослойный чугун а потому что вся нагрузка идет сразу на стенку и соответственно расширение металла происходит и стенка просто может лопнуть если вы будете использовать не ту древесину или закинете кусок льда это кутрирую но факт есть факт верху нее отбойники стоят покажу вот отбойник один растекатель такая вот задвижка это для подачи воздуха для того чтобы воздух подавался на вот это стекло и она не запотевала найти тоже вечно обращать внимание как правило сейчас все производители даже российские делают такой задвижка зольный ящик эксплуатируемых довольно толстый 08 1 миллиметр скорее всего если он выгорит даже на нержавеечку поменять это довольно недорого и еще обратите внимание как начали они делать раньше не было вот это шнур идет термошнур для того чтобы не было подсоса воздуха через дверку но здесь смотрите ведь это вот по всему периметру шнур шнур идет шнур идет зажата она зажата не плотно таки должно быть но здесь от верхней части оставили промежуток шнур не положили с чем это связано с тем чтобы сюда заходил воздух и стекло тем самым не запотевает и вот эти вот печки это чугунные печки на них желательно ставить шибера без шиберов они не работают потому что еще раз повторяю в чугунных печах очень тяжело конструктивно сделать какие-то изменения либо если в керамике или в шамотном исполнении идет внутреннее обрамление печи ну там гораздо все легче и можно поиграть можно поэкспериментировать чугун это литейка поэтому все гораздо тяжелее и с технической точки зрения сейчас я произведу первый запуск печи еще у нее характеристика довольно такой можно чайничек подогреть есть комфор очка ну как комфор очка относительно здесь идет верхний патрубок одновременно его можно использовать как плиту лучше не надо это идет просто подключение верхние и заказчиком мы еще обсуждали какой вид сделать подключение верхняя либо задняя я сторонник задних подключения у меня на ютюбе очень много людей пишут о том что это неправильно но господи если это было бы неправильно не выпускали бы печи во всем мире поэтому это красивее во первых представьте у вас идет здесь участок какой-то голой трубы там метр и потом вы заходите в стенку до обжечься можно помимо того что печка сама чугун очень сильно нагревается плюс еще труба я не есть хорошо когда это все облицуется то никого дымохода не будет видно и у вас останется видна только такая чугунная малышка которая будет приносить уют в доме все сейчас я начинаю растапливать ее это ее первый запуск обжига у него не было поэтому она немножко повоняет ничего страшного и обязательно когда вы начинаете делать первую растопку надо прогнать воздушную пробку что такое воздушная пробка это воздух холодный который стоит в дымоходе неважно когда вы эксплуатируете это лето либо зимой сейчас лето температура где-то воздуха 25 28 градусов довольно жарко но это никак не влияет пробка все равно есть воздушная она стоит это во всех дымоходах керамика нержавейка кирпич ну никуда не деться это физика поэтому сейчас мы ее выдавим покажу как и после этого только можно запаливать дровишки пока пробки пока пробку вы не прогнали ни в коем случае не начинаете прогонять запаливать дрова потому что весь дым пойдет сюда закрываете дверцу и ну дыму некуда деваться и он начинает валить из всех щелей поэтому сначала прогонять пробку потом запускать сам камин все сейчас я покажу как это делается во всех печах это одинаковое мероприятие просто надо огонь здесь вот верхняя камера сюда занести газету либо фен не важно что у вас есть под рукой и прогнать пробочку раз покажу вам не запустим мы сразу печку так обязательно надо открыть шибер не забываем про него начали когда распаливаем шибер полностью открытый все начинает засасывать видите дым пошел уже вверх все теперь смело можно дальше распаливать бояться о том что дым пойдет в помещение вот видите гул вы его не перед я его не могу передать но все в колодец подсулаешь теперь можно закрывать вы видите как будет играть упоминает и первый запуск обязательно задвижку нижнюю открыть и верхнюю закрыть вот это верхняя задвижка под стекло рассчитаны первый запуск он очень важен по нему можно сделать какие-то выводы как работает дымоход первую часть потому что если дымоход не рабочий то сразу все становится в дыму это очень неприятно потому что бывает сечение заузе сечения канала либо горизонтальный участок большой сделан то есть когда нету тяги стекло сразу начинает коптиться она может коптится еще из-за того что сыра и дрова ну как правило из того что просто отсутствует тяга если с дымохода все в порядке вот он так чисто должен играть сейчас откроет поленца она подправлю вышли какой был я тебя и дым не ждет сюда вот они туда отправлю и закрываем вы когда будете использовать нет не открывайте сразу так вот резко ни в коем случае постепенно потому что она сразу опрокидывание может быть все так вот открыли она постепенно видите как дымо ходит весь это окей все классно закинули если он на дрова и снова закрыли юшки пока не трогайте первые полчаса вообще ничего не делайте пусть она так вот раз разгорится все на этом я видео заканчиваю подождем полчаса посмотрим как она дальше боюшкам реагирует для кого то может быть это будет интересно и один из определяющих факторов который сподвинет вас на покупку данной печи что играет чисто играет красиво но супер когда есть регулируемая регулируем огонь помещение но реально классно потому что очень очень уютно с контролируемым огнем это классика это чугун все подождем образуются угли прогорит к эта часть и с задвижками поиграем посмотрим как регулирует покажу вам все полчаса на паузу так должна у вас работать примерно печка плюс минус то есть при хорошем монтаже дымохода при правильном расчете высоты горизонтальных участков дым не должен заходить у вас во внутрь помещения когда идет во внутрь помещения как правило заказчики просто но люди мучаются и камин потом не используют он просто стоит у них для интерьера поэтому чтобы печка у вас работал чтобы она приносила уют комфорт дымоход должен стоять правильно кто дымоход может сделать правильно правильно дмитрий михайлов все ждем и тест маленький после первого запуска прошло примерно 40 минут сейчас я буду очередно закрывать задвижки подачу воздуха на стекло затем в камеру сгорания вниз и затем шибер будем чередовать буду по очереди менять смотрите увидите как она реагирует потому что ну для кого-то это важно чтобы вы понимали что вы будете покупать потому что у печей разные задачи но и также у заказчика тоже потому что могут быть ожидания не те которые вы хотели после покупки давайте начну я с верхней дотрагиваться можно на стекло первое как правило этих изменений не происходит это задвижка выполняет свою функцию стекло чистое в процессе всего эксперимента сейчас я закрываю нижнюю практически не реагирует то есть минимально затухание а сейчас я вам покажу волшебство почему я говорю почему нельзя эти печки использовать без шиберной заслонки они не работают видите пламя начала немножко тише играть но все равно затухание практически не было ровно плавно сейчас ошиберную движку подвину давайте сначала под 45 градусов видите да уже постепенно постепенно меньше подачи воздуха идет камеру сгорания выход дыма притормаживается ну так красиво начинает играть теперь закроем перекроем 25 процентов площади в ней все равно останется открытой видите как начинает медленно то есть сейчас происходит именно тот режим как заявляет производитель длительный режим но нет никакой это не длительный режим это просто мы закрываем подачу воздуха в камеру сгорания и перекрываем шибер вот сейчас реально красиво поэтому если шибер не ставить данные печки работать не будут и дрова вас будут уходить очень очень быстро они будут сгорать ну и кайфа мало получите от этого потому что экономия дров это один из тех факторов которые может заказчика или вас если вы в лице заказчика сдерживать сейчас это реально красиво вот этим моментом можно наслаждаться очень очень долго теперь давайте по очереди после закрытия я начну открывать теперь их в обратном порядке подачу в камеру сгорания воздуха то есть они уже постепенно переходят в режим тления на пару часов одной закладки конечно хватит основа уже если шибером и подадим сюда то есть изменений практически нету ну вспышки есть вы видите как древесина особенно на дальнем плане она играет такими как будто выстрелами все теперь открываем шибер на заслонку давайте теперь и откроем обратно под 45 градусов ну самый оптимальный вариант такой когда надо прогреть быстро помещение все очень сильно нагревается и отдает чугун тепло в помещение и и переводим теперь снова режим открываем и вот уже с гулом начинает она маслать с максимальной эффективностью основу же активность может по разному быть если прогреть помещение то тогда эффективно очень быстро если с точки зрения расхода дров тогда неэффективно поэтому делайте для себя выбор самое красивое это получается на этой печке когда вы закрываете шибер 25 процентов площади шибера всегда остается открытой чтобы не угореть это по европейским требованиям вот это уже очень красиво и экономно все поэтому лучше чем купить печку задумайте подумайте для чего она вам нужна уж какая перед ней будет стоять задача просто идти в магазин и покупать мне это понравилось либо там когда продавцы впаривают это супер а вторая нет нет обязательно сравниваете обязательно смотрите характеристики потому что продавцы могут продать печку которая будет пример очень маленькая либо очень большая поэтому расчеты есть штудируйте информацию потому что правильно подобранная печка правильно подобран дымоход гарантирует вам безопасность ну и конечно тепло и уют в помещении все с вами был Дмитрий Михайлов подписывайтесь на мой канал заказывайте у меня монтаж дымоходов звоните мне все всем хорошего настроения всем уюта в дом пока